Сегодня середина ноября 15 число. Разрабатывая электрическую лампочку, изобретатель Томас Эдисон исписал 40 тысяч страниц. О бумаге в промышленных масштабах думали в этот день в Самаре. 15 ноября 1891 года городская дума решила построить бумажную фабрику. Здание разместилось при лесопилке на берегу Волги. Картон и оберточную бумагу в ту пору производили из древесных опилок, трепья и льняной соломы. Жилет. Лучше для мужчины нет. Помните слоган? Существует этот бренд благодаря американцу Кингу Жилету. 15 ноября 1904 года он запатентовал бритву со сменными лезвиями. Спустя год Кинг стал миллионером. В 1910 году Жилет осмелел настолько, что предложил бывшему президенту страны Теодору Рузвельту миллион долларов, чтобы тот дал согласие стать президентом его корпорации. Рузвельт ответил, я бы с радостью, но, честно говоря, я не очень доверяю человеку, который делает бритвы и носит усы. Теперь Жилет – одна из самых популярных бритв. А вот сигаретам сегодня бой. В 3-й четверг ноября – Международный день отказа от курения. Врачи предлагают курильщикам хотя бы на этот день отказаться от вредной привычки. 15 ноября 1905 года главным героем Самарской хроники происшествий стала толпа хулиганов. Накануне смельчаки выбили стекла в дверях Пушкинского народного дома. Как писала газета, по прибытии вооруженных дружинников хулиганы тут же разбежались. День 15 ноября 1988 года стал поистине звездным. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Энергия». Собрали ее на Куйбышевском заводе «Прогресс». Ракета в комплекте с орбитальным кораблем «Буран» совершила два витка вокруг Земли и приземлилась на Байконуре. Полет прошел без экипажа, полностью в авторежиме. Позже этот факт, полет космического аппарата в космос и спуск его на Землю под управлением бортового компьютера, вошел в Книгу рекордов Гиннесса. И продолжая тему достижений. 15 ноября 1866 года родилась Александра Яблочкина, актриса Малого театра, народная артистка СССР. Легендарная женщина, легендарная судьба и карьера. Кстати, за 90-летний творческий стаж имя актрисы попало в Книгу рекордов Дива, российский вариант Гиннесса. 15 ноября родился человек волшебной сказки, самарский писатель Владимир Бондаренко, который о себе сказал стихами «Родился я под крышей старой хаты, взрастал в степи средь пашин и лугов, где в речку льют восходы и закаты, святую кровь неизвергнутых богов». 15 ноября в 1940-м родился Роберто Кавали, известный на весь мир итальянский модельер, дизайнер одежды. Сегодня именинный у Константинов. Это имя в переводе с латинского означает «постоянный», «стойкий». Знаменитые тезки Константина. Константин Циолковский, известный ученый. Константин Паустовский, мастер лирической прозы. Константин Станиславский, великий реформатор театра. В старину в этот день завершали полевые работы и подготавливали к зимнему хранению пшеницу и овес. Туман 15 ноября обещал мягкую зиму, по крайней мере ее первый месяц. Увидимся завтра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok